Вторая книга Пареллипоминон, глава 1 стихи 11-12. Мы знаем из Писания, что в Гавовне находился главный жертвенник, на котором Соломон, ища Бога и его мудрости, вознес тысячу всесожжений. И все же Бог обратился к нему с вопросом «Проси, что тебе дать?» Этим самым Бог дал Соломону выбор, чтобы испытать его, останется ли он верным в выполнении его воли или нет. Дело в том, что выполнение воли Божией для Соломона выражалось в его призвании царя. И для выполнения этого призвания Соломону необходима была премудрость Бога. Как цари и священники Богу мы, подобно Соломону, постоянно стоим перед необходимостью выполнять призвание царя посредством своего мышления, обновленного духом нашего ума, и призвание священника, отвечающего за поклонение Богу. Это означает, что мы стоим перед необходимостью ежедневно принимать разного рода решения, от которых будет зависеть, насколько успешно и верно мы будем выполнять свое призвание в качестве царя и священника, в царствовании над возможностями нашей души, живущей в нашем теле, и также, разумеется, над нашим телом. Тысяча – это число, символизирующее смирение, которое вытекает из кроткого сердца, вызывающее на себя милость Бога в получении необходимой благодати для выполнения своего призвания. Символически, именно таким образом, тысяча – все сожжений, которые вознес Соломон, обратили на себя милость Бога. Чтобы подтвердить, что тысяча является символом милости Божией, которая простирается на всю жизнь, в поколение, переходя из одного поколения в другого, начиная от сотворения земли и заканчивая концом ее, распростирается милость Божия, и это в тысячу всесожжений, или же в тысячу родов. «И прошел Господь пред лицом Моисея, и возгласил Господь, Господь Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, внимание, сохраняющий милость в тысячи родов». Не просто тысячу всесожжений нужно было принести, здесь нужно было подтвердить милость Божию. Тысяча родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Мы знаем, что это закон, который перешел и в закон благодати. Единственное, что в законе благодати появилась поправка в то, что Бог в этой милости не наказывает уже своих детей за грех, который был в их отцах, наказывающий вину отцов в детях, по той простой причине, что нам дано обетование избавиться от суетной жизни отцов, умереть для своего дома. Именно поэтому Христос сказал ученикам Своим, когда они сказали, мы прежде родителей похороним, Он говорит, представьте мертвым погребать мертвецов и следуйте за Мною. Отсюда следует, что в Новом Завете дано обетование, что Бог сохраняет милость в тысячи родов и не вменяет уже греха человеку, которые он получил в семени своих отцов. Пример Соломона отнюдь не говорит о том, что для получения милости нам необходимо тысячу раз помолиться, но этот пример указывает на качество смирения нашей молитвой, выраженной в том, какую цель преследуем мы в молитве, выполнение воли Божией, царствование над своим естеством или же выполнение своих собственных вожделений. Стремление выполнять волю Божию всегда выражает смирение, а стремление выполнять свои желания за счет обетований Бога всегда выражает эгоизм, корость и гордыню. А посему один и тот же с виду добрый поступок может по-разному расцениваться Богом. Все будет зависеть от цели, которую мы преследуем, совершая этот добрый на вид поступок. Если мы, подобно Авелю, в служении Богу в десятины приношений, будем искать исполнение воли Божией, которая состоит в том, чтобы усыновить наше тело искуплением Христовым, Бог презрит на нас, помилует нас и зальет на нас свое благоволение или же благословение до избытка. Если же мы, подобно Каину, в поклонении Богу в десятинах и приношениях, будем искать восполнение своих потребностей в материальных ценностях, ожидая, что Бог откроет небесные окна и одождит на нас это благословение до избытка, Бог отвергнет нас и наше жертвоприношение. При этом будем помнить, что, ища познание воли Божией в служении десятины приношений, мы всегда утверждаем пред лицом Бога свое сыновство. Мы сами являемся святыней Господней или же Его десятиной. И когда мы чтим Бога в соответствии Его постановлений десятинами и приношениями, мы этим подтверждаем, Господи, я Твоя десятина. Человек, принявший спасение в Боге, но не чтущий Бога десятинами и приношениями и не ищущий познания Бога в десятинах и приношениях, утрачивает как свое сыновство, так и свое спасение. К сожалению, многие так называемые церкви, движения христианские, в которых отсутствует почтение Бога десятинами и приношениями в соответствии постановлений Бога. Я знаю, что многие американские церкви действуют всякий раз, когда начинается приношение жертвы и десятин, у них просто высвечивается на стенде один текст Малахии. Принесите в дом хранилища все десятины, чтобы в доме моем была пища. Никак это не объясняется, просто чистое место Писания приводится и все. Не объясняется, что этим самым мы подтверждаем себя, что мы являемся десятиной. Мало там же написано далее, и я и залью на вас благословение до избытка. И так как им не объясняют, то они, принося десятины, ожидают материального благословения. В силу этого такое жертвоприношение ругательства над Богом, надругательства над святыней Господней. Когда человек пытается использовать принципы веры для того, чтобы стать материально богатым. Мы с вами не раз говорили, что Бог сам с каждым человеком выстраивает определенные отношения в том, сколько он может иметь денег в месяц на свое пропитание и на свою жизнь. Одним он дает больше, другим он дает меньше. Иногда мы говорим, Господи, ну посмотри, я совершенно не так тебе служу, как этот человек. Я больше пощусь, больше молюсь. У меня есть святость, у этого человека нету этого, и тем не менее ты его благословил. А с чего вы взяли, что это Бог его благословил? Вот с чего вы взяли? Что если человек обладает материальными богатствами, что это Бог его благословил? Бог может допустить это богатство, что многие святые, которые материально процветают, они благословляются не Богом, а дьяволом, для того, чтобы привести их в обольщение, что у тебя все хорошо. Мы никогда не должны исходить из того, хорошо у нас или плохо. Мы должны исходить из того, насколько верно мы исполняем заповеди Божии. Когда мы чтим Бога десятилетными приношениями, что мы ищем? Мы ищем Его лица, ищем познание Его воли, ищем силы Его для того, чтобы Он дал нам возможность познать Его волю, как усыновить свое тело Его искуплением, как приготовить себя к восхищению. Довольствуясь малым, мы будем благодарны Богу, а тем, которым Бог дал больше, вы должны понимать, что Он с ними будет иметь особые отношения, потому что люди, которые благословенны большими материальными средствами, они находятся в большей опасности, чем те, которым дано мало, потому что им Бог дал для того, чтобы они могли это употребить на воздвижение Его Царства, чтобы они могли чтить Его. Он наблюдает, как действует один и как действует другой. В Писании написано, где же Бог? Бог. Посмотрите, мы не чтим Бога десятинами приношениями, и мы получаем необыкновенно материальное благословение. Когда человек не чтит Бога десятинами приношениями или неверно чтит и получает благословение материальное, это означает, что Бог поставил этого человека на скользкий путь. И он, как на снежной горе, на санкой мчится в ад, как тот богач, который пиршиствовал, блистательно полагал, что в ад идет, когда его хоронили. Там были такие речи, это такой был брат, он столько жертвовал, конечно, столько предлагал, то есть делал таких добродетелей, приглашал к себе, каждый день пиршиствовал блистательно. А вот Лазарь, который ничего не имел, мало очень имел, он не приглашал его, и он вынужден был питаться крохами. Конечно, эта притча, это говорит о том, что Лазарь желал напитаться крохами, имея в виду общением. Для нас важно общение друг с другом. Есть люди, которые очень ценят общение друг с другом, а есть, которые злоупотребляют этим общением. Как я сказал, приглашают только тех людей, которые имеют какую-то славу, какую-то честь, или что-то они от них могут иметь, но никогда не приглашают людей, которые не обладают этой видимой славой, успехом, дарованиями. Это не значит, что не надо приглашать и тех, надо приглашать и тех, и тех. Просто я даю вам некоторое знание и совет по милости Господа. Когда вы приглашаете тех, кто вам нравится, пригласите хотя бы пару человек, которые вам не нравятся, которые нуждаются в этом общении, вы даже не знаете, как Бог вас благословит после этого, потому что эти люди начнут благословлять вас. Эти, которые побыли у вас, они уже присыщены этим, да, благодарим, брат, но они не пойдут к Богу, не будут говорить, Господи, благодарю Тебя, что сегодня я была приглашена или был приглашен. А вот этот человек, он пойдет к Богу и будет радоваться этим общением и сказать, Господи, благодарю Тебя, что я нашел милость в очах моих братьев, моих сестер. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и переношениями и представляя этим самым аргументы доказательства Богу, что мы являемся Его десятиной, Его святыней. Встанем, пожалуйста, это наш час, когда мы можем выразить Богу свою любовь и признать Его неоспоримую власть. Поклонение без почтения Бога десятинами и переношениями является фикцией. Бог не воспринимает такого поклонения, «Когда приходишь в дом мой, говорит Господь, наполни руки Твои тем, чем я благословил Тебя, и не являйся в дом мой с пустыми руками». Речь не идет просто наполни добровольными приношениями, а десятинами и приношениями, которые будут являться добровольным актом, который будешь давать в радости и чтить Бога. Итак, после заката славное утро. Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в храме Соломоновом, то ли в скине Моисеевой, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать при этом одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Редактор субтитров Корректор